Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру продолжает цикл бесед о Евангелии от Иоанна. Сегодня мы с вами читаем третью главу. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Он приходит к Иисусу ночью. Возможно, уже есть враждебность между Иисусом и фарисеями. Фарисеи его уже не любят, и он не хочет днем прийти и открыто как-то оказаться в обществе Иисуса. Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится, свыше не может увидеть Царствие Божие». «Свыше» можно перевести так же, как «снова», одно и то же греческое слово позволяет то и другое. И Господь говорит эту непонятную абсолютную вещь, которая для Никодима, для иудеев того времени, просто непонятно, о чем это он. Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим недоумевает. Как человек может родиться-то второй раз? И Господь говорит, «Истинно, истинно говорю тебе, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». И очевиднейшим образом здесь речь идет о святом крещении. Что крещение есть новое рождение. И это новое рождение предполагает, конечно, сознательное обращение человека. То есть, если человек просто крещен, если он был крещен во младенчестве, и он не живет в церковной жизни, он не является осознанным христианином, то, увы, мы не можем про него сказать, что он родился свыше, и это не гарантирует, что он войдет в Царство Божие, потому что абсолютно необходимо быть крещеным. Господь говорит, что это абсолютно необходимо. Но нужно родиться не только от воды, но и от духа. В крещении действует Святой Дух, но Святой Дух действует ненасильно. Нам подается благодать возрождения, но эта благодать предполагает наше соизволение, нашу готовность и желание жить по воле Божией. И когда есть то и другое, когда есть и крещение, и вера человека, происходит то, что Господь описывает как рождение свыше. Рождение свыше — это событие, которое все меняет. Человек обретает в себе совершенно новую жизнь. Иногда человек это помнит, я уверовал и крестился. Иногда человек обращается к Богу позже. Вот он был крещен в детстве, был неверующим все время, но потом он обратился и пришел в церковь. Но всегда это означает, что человек обрел совершенно другую жизнь, качественно другую. Она уже есть в каждом крещеном верующем человеке. Он родился свыше. Мы все крещеные, верующие, православные люди, пребывающие в церкви, мы все рождены свыше. У нас есть совершенно новая жизнь. Эта новая жизнь у нас растет и развивается. Христос говорит об этом новом рождении. И этот образ, он показывает несколько важных вещей. Первое — то, что вы либо рождены, либо нет. Вы либо по эту сторону, либо по другую. Вы не можете быть одновременно там и там. Вы либо родились, либо нет. И Слово Божие говорит, что мы задумались о нашем текущем состоянии. Вот я рожденный свыше или нет? И если я рожден свыше, если я осознал свое крещение, я должен жить, исходя из этого. У меня есть новая жизнь, и я живу в рамках этой новой жизни. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Иисус отвечал и сказал ему, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как вы поверите, если я буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Иисус указывает на Себя, как на Сына Человеческого. И Сын Человеческий, не просто Человек, это указание на таинственную фигуру, о которой идет речь в пророчестве Даниила. Сын Человеческий, тот, кто подходит к ветхому днями, то есть Богу, и получает власть над всеми народами. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Моисей вознес змею в пустыне. Речь идет о соответствующем ветхозаветном повествовании, которое находится в книге «Исход». И речь в книге «Исход» скорее. Там речь идет о чем? Израильтяне согрешили, их стали жалить змеи. Ядовитые змеи, от укуса которых они умирали. И Моисей взмолился к Богу, как нам от этого спастись. И Бог открыл Моисею, чтобы он сделал медного змея, который должен быть вознесен на высоком шесте. И тогда любой человек, которого ужалит змея, он взирает на этого змея и исцеляется. То есть этот змей был одним из ветхозаветных прообразов Христа. Как Моисей вознес змею в пустыне, то есть вознес, поднял на высоком шесте вот это изображение змея. И человек, ужаленный змеем, он смотрел на него и оставался жив. И это очень важный образ, потому что змей – это образ греха, который нас жалит, от которого мы умираем. Но мы спасаемся от греха тем, что мы взираем на Иисуса Христа, который вознесен на крест, подобно тому, как был вознесен этот медный змей. Когда мы с верой взираем на Иисуса Христа, мы освобождаемся от силы греха. В послании к галатам апостол Павел говорит, что Бог сделал Иисуса Христа, жертвуя за грех, но буквально сделал грехом вместо нас. То есть мы видим наш грех, пригвожденным на кресте в теле Иисуса Христа, который понес все наши грехи на себе. И вот человек, уязвленный грехом, подавленный грехом, умирающий от греха, он смотрит на Иисуса Христа, распятого, вознесенного на крест, умершего и искупившего его грехи, и обретает освобождение от греха. Поэтому Господь и говорит, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено бы сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Что мы обретаем через веру? Спасение от гибели и вечную жизнь. Для чего пришел Христос? Чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Для чего он умер на кресте и воскрес из мертвых? Чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог послал Иисуса Христа из любви к миру, из любви к людям, из любви ко всем нам. Бог послал Иисуса умереть за наши грехи именно из любви к нам. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. То есть Иисус приходит в первое Своё пришествие не как грозный судья, но как спаситель. Он приходит к нам, приходит в нашу жизнь не для того, чтобы нас судить, но для того, чтобы нас спасти. У людей часто вера в Бога, религия ассоциируется с судом, с осуждением. Ты живёшь неправильно, и тебя надо за это бить, и Бог тебя за это накажет. Но, хотя человек действительно живёт неправильно, человек действительно себя губит, человек действительно творит зло себе и другим, Бог посылает Иисуса Христа не для того, чтобы его осудить, но для того, чтобы его спасти. Это очень важно постоянно помнить, постоянно подчёркивать, потому что преграда, которая удерживает человека от веры, очень часто это представление о том, что его судят и осуждают. Люди часто считают, что христиане — это вот такие люди, которые показывают пальцем, говорят, ты грешник, вот ты вот плохо себя ведёшь, ты неправильно поступаешь. И на самом деле это не христиане очень часто, ну, бывают такого рода люди, но это редко. Чаще всего человека угрызает его совесть, и он это проецирует вовне, и он понимает, что он поступает неправильно, и он в Боге видит кого-то, кто его сейчас осудит за это. Но Евангелие говорит о том, что Иисус приходит спасти этого грешника, а не осудить его. При том, что он грешник, он виноват, он плохо себя ведёт, он идёт по погибельному и опасному пути, Христос приходит не для того, чтобы его осудить, но для того, чтобы он был спасён. Верующий в него не судится, а неверующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия. Что значит, верующий в него не судится? Это удивительные слова, но вера избавляет нас от осуждения. Мы бедные грешники, мы наломали дров, мы в большом беспорядке, у нас большие проблемы, но мы не судимся, если мы верим в Господа Иисуса Христа. Мы освобождены от осуждения, потому что всё осуждение взял на себя Иисус Христос. Пока мы пребываем в вере, пока мы пребываем в Господе, над нами простирается Его милость и Его прощение. А неверующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия. Но эта милость Божия, она не является принудительной, она не является насильственной. Её нельзя навязать человеку, который её не хочет. И поэтому неверующий человек, который отказывается уверовать, он остаётся со своими грехами, он остаётся под своим осуждением, потому что он отказался. Он не захотел принять Божие прощение. Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. То есть в чём состоит суд? Ну, мы обычно себе представляем, что суд — это что-то, что происходит в конце времён, что это выглядит примерно как наше уголовное судопроизводство, что человеку предъявляют улики, потом выносят приговор, и человека судит, конечно, судья. Но здесь мы видим, что суд, разделение на спасённых и осуждённых — это то, что происходит сейчас. Сейчас происходит это разделение. Сейчас проповедуется Евангелие, и люди принимают по отношению к нему то или иное решение. Они либо принимают и отзываются на него покаянием и верой, либо отказываются. И вот те, кто принимают Евангелие покаянием и верой, они спасены, они оправданы. А те, кто отказываются, увы, нет. И прямо сейчас мы находимся перед лицом Божьего суда, и прямо сейчас мы принимаем решение, уверовать нам во Христа или нет. Если мы уверовали, мы свободны, мы прощены, мы не судимся. Ибо всякий, делающий злой, ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые, а поступающий по правде идёт к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Много было случаев, и я об этом читал и слышал, что человек начинал делать добрые дела, будучи побуждаем к этому чисто человеческим состраданием. Абсолютно неверующий человек, который ничего не знает даже о Боге, и он просто, его совесть побуждала делать нечто доброе. И по мере того, как он делал нечто доброе, он больше и больше приближался к вере, и, наконец, он становился христианином. Потому что человек, который обращается к добру, он в итоге приходит ко Христу. Но главное препятствие к тому, чтобы уверовать, это нераскаянный грех, когда человек делает злое, и он ненавидит свет, который его обличает. Человек понимает, что если Бог реален, если реальна эта надмирная абсолютная добро и любовь, то он неправ, то он грешник, то он очень неправ. И человек не хочет быть неправым, он говорит, да нет, никакого Бога всё придумали. И поэтому человек, который творит доброе, он идёт к свету. Человек, который творит злое, хочет держаться от него подальше. После сего пришёл Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Яноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн ещё не был заключён в темницу. Речь не идёт ещё о христианском крещении, речь идёт об омовении, это то же самое слово, баптизма, об омовении, которое люди совершали в знак покаяния, в знак желания избавиться от своих грехов. Тогда у Иоанновых учеников произошёл спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему, «Рави, тот, который был с тобой при Иордане, о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я, Христос, но я послан пред ним. Имеющий невесту, есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сията радость моя и исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться». И мы видим здесь удивительное, глубокое смирение Иоанна, который понимает, что он уходит на вторые роли, который понимает, что Иисус его затмил. И Иоанн говорит, так и надо. Ему должно расти, а мне должно умоляться. И он говорит, что имеющий невесту, есть жених, а Иоанн — это друг жениха. Это очень глубокий библейский образ, потому что в Библии Бог неоднократно назван женихом или супругом избранного народа. Как супруг заботится, хранит верность, так и Бог заботится и хранит верность. Как свадьба есть величайшая радость жизни человека тогда, так и Бог приведет своих людей к вечной радости. Жених — это образ Бога. И здесь мы видим, как Иоанн указывает на божество Иисуса. «Приходящий свыше есть выше всех, а сущий от земли земное есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельства его. Принявший его свидетельство, Сим запечатлел, что Бог истинен. «Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерует Бог Духа. Отец любит сына, и все дал в руку его. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Это фраза, которая постоянно повторяется у Иоанна. «Верующий в сына имеет жизнь вечную». И это удивительные и пугающие слова, потому что мы с вами веруем в сына. Да, мы веруем в сына, мы православные христиане. Значит ли это, что мы имеем жизнь вечную? Да, вот так написано в Евангелии, мы имеем жизнь вечную. Мы имеем не просто бесконечную жизнь, мы имеем жизнь качественно другую. И мы призваны жить этой жизнью. В человеческой педагогике очень часто действует такая педагогика страха. «Делай то, что тебе скажут, и ты избежишь наказания». Это такое отношение раба. Как раб, он делает все с под палки. Но Божья педагогика другая. Бог говорит, «Вы имеете вечную жизнь по дару крещения. Вы обладаете величайшим даром. И этот дар должен побудить вас вести себя совершенно по-другому. Вы имеете вечную жизнь. И вы должны жить, исходя из этого, как граждане неба, как граждане Царства Божия, как люди, которые приняты Богом, как его возлюбленные дети. И это пугает, потому что это налагает ответственность. Потому что это должно заставить нас пересмотреть свою жизнь. Вот если я верю в то, что я плохой человек, и у меня нет каких-то особенных отношений с Богом, я могу вести себя как угодно. Но теперь Бог говорит, что мы его чадо, и мы имеем вечную жизнь. И это заставляет нас вести себя совершенно по-другому. И здесь же есть предостережение неверующему. Неверующие в Сына не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Человек всегда может ослепить глаза свои, он всегда может отказаться веровать. Спасение – это то, что предлагается всем людям. Бог возлюбил мир. Бог никого заранее не отверг. Не существует никакого предопределения к осуждению. Бог хочет спасти всех и каждого, но человек может отказаться, он может не поверить, он может не принять этот дар, который Бог приобрел для него ценой крестной жертвы своего единородного Сына. И это ужасно, это трагично, но этот дар не может быть навязан. Человек может сказать «нет», человек может погибнуть. Если человек предпочтет пребывать в неверии, в непослушании Богу, то, увы, гнев Божий пребывает на нем, он остается в своих грехах. И каждый человек, это у Иоанна особенно заметно, каждого человека апостол призывает уверовать, призывает сделать этот четкий определенный выбор. Да, я верую, да, я принадлежу Иисусу Христу, да, Он мой Господь, я буду Ему повиноваться, я принадлежу к Его Церкви. Мы с вами прочитали третью главу Евангелия от Иоанна. Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». «Экзегет» «Экзегет» Продолжение следует...